Трям подписчикам и гостям я Джетли, и сегодня мы будем немножко анализировать бумажку, которую мне отдали в стационаре, чтобы я контролировала то, о чём я думаю. Мне сказали, что это возможно как-то может помочь с голосами в голове, но и хер его знает, потому что голоса в голове, это мне кажется, немножко другое. Итак, осознание текущих мыслей называется эта вся практика. Она должна присутствовать ещё в виде, как-то сказать, групповой терапии, и типа на групповой терапии будет вот эта вот вся фигня. Давайте посмотрим. Первый пункт это наблюдение за своими мыслями. Оно тоже опять разделено на подпункты, то есть как наблюдали бы, а наблюдайте за своими мыслями, как наблюдали бы за волнами, возникающими и исчезающими. Не подавляя мысли, не оценивая и не осуждая мысли, замечая их присутствие, не пытаясь удержать мысли, не анализируя мысли, практикуя готовности, а ступая назад и наблюдая за мыслями, как они проходят в пространство ума и покидают его. То есть это практика типа наблюдения за морем. Вот. Но она мне не особо подходит, потому что когда у меня возникают мысли, они, блядь, возникают. И ничего с ними не сделаешь. И ну как бы да, я за ними наблюдаю, как они приходят, они остаются и они уходят. Но в этот период начинается как бы маленький пиздец. И типа, зачем? Зачем они пришли? Для чего? Вот. Ну короче, я что-то её пыталась самостоятельно делать, вот этот вот на самом деле весь лист, но как-то не удалось. Может быть у кого-то из вас это и удастся, может быть у кого-то это и удалось. То есть, тогда пишите об этом в комментариях. Заодно, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Также можете перейти в телегу или поддержать меня на Бусти. Я там выкладываю эксклюзивный контент, включая черновики треков и некоторые свои рисованные работы в жанре эротика. Там всё такое. Вот. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки. Всё такое, давайте побазарим. Давайте с вами поговорим. Далее у нас идёт. Впустите в свой ум любознательность. Спросите, откуда приходят мои мысли. Понаблюдайте и выясните. Окей, я понаблюдаю за своими мыслями, выясню эту причину, но что если я не могу влиять на причину и не могу её устранить? Что мне делать? Наверное, об этом мне расскажут на групповой терапии. Посмотрите, как каждая возникшая мысль рано или поздно покидает ум. Ну, хорошо. Наблюдайте, но не оценивайте свои мысли. Откажитесь от оценок. Короче, в школе нас приучали к оценкам. А теперь нам надо от этих оценок отказаться. Вот так вот. И надо шею мыть. Иначе у вас рубашки грязные будут. Я что-то так подумала. Мойте шею. Помните, вы – это не ваши мысли. Не обязательно действовать в соответствии с мыслями. Вспомните времена, когда у вас были совсем другие мысли. Я, если вспомню времена, когда у меня были совсем другие мысли, я, наверное, сразу кончусь. Потому что это было настолько давно, это настолько давно было, что, мне кажется, я вообще не могу даже подумать о том, что у меня когда-то были другие мысли. Напомните себе, что катастрофическое мышление – это эмоциональный разум. Честно говоря, я не знаю, что такое катастрофическое мышление. И тем более не знаю, что такое эмоциональный разум. Но в этом есть плюс. Я узнаю что-то новое. А если вы узнаете каждый день что-то новое, то это уже хорошо. Вспомните, как вы мыслите, когда не испытываете интенсивного страдания и боли. На самом деле, примерно так же. То есть, ну, ничего особого не происходит, когда я мыслю так же, как и сейчас, допустим, да? Без интенсивного страдания и боли. Ну ладно, может быть, есть одна фигня. Это фигня подразумевает под себя то, что тебе не кажется, что впереди вообще нет просвета. И то, что... Короче, я не знаю, как это сформулировать. Если узнаю, напишу в телегу. Не блокируйте и не подавляйте мысли. Спросите, от каких ощущений эти мысли пытаются вас защитить. Обратите ум к этому ощущению, затем вновь к мысли. Повторите несколько раз. Вот эта, кстати, практика вполне может быть действенной, потому что зачастую, да, негативные мысли это что-то, что нас защищает, да? Вот, но тут тоже по-разному бывает. Сделайте внутренний шаг назад. Позвольте вашим мыслям приходить и уходить по мере того, как наблюдаете за дыханием. Опять же, дыхательная практика – это йога. Йога, она обычно помогает успокоиться, там что-то пережить. Поэтому, да, это помогает. Дыхательные практики стоит практиковать, потому что они и от панических атак иногда помогают, они помогают успокоиться, и всё в этом роде. Тут однозначно да. Но сформулировано как предложение здесь, мне кажется неверно. Играйте с мыслями, проговаривайте их вслух так быстро, как сможете. Пойте их, представляйте свои мысли как слова клоуна, как испорченную пластинку, как очаровательных зверюшек, которых можно потискать. Как яркие цвета, пробегавшие сквозь ваш разум, как просто звуки. Тут не всё так просто, потому что некоторые мысли, если их, допустим, как испорченную пластинку проговаривать, они наоборот дадут шаг в сторону того, что у тебя начнётся паника, потому что в зависимости от твоего диагноза может возникнуть проблема того, что на тебя наоборот нахлынет какая-нибудь фиговина, и всё пиздец. И ты такой по кругу идёшь, такой отдыхательной практики, попробуйте отнестись к своим мыслям доброжелательно. Твои мысли тебе говорят. Убей их всех нахуй! И ты такой. Держи ножик. Ну я просто не знаю, как ещё. Доброжелательно можно отнестись к этим мыслям. Ой, вот тут идут идеи для практики осознания текущих мыслей. Тренируйте осознанность текущих мы... Блин, забыл, как говорить. Тренируйте осознанность текущих мыслей, наблюдая за ними. Заметьте, как ваши мысли входят в ваш разум. Наблюдая за этим процессом, скажите про себя. Мысль вошла в мой разум. Отмечайте мысль, как мысль, говоря. Мысль, опишите мысль, возникла в моём уме. Используйте при этом доброжелательный тон. Практика дрочки, короче. Такой, дрочишь на свои негативные мысли. Когда вы замечаете мысль в своём уме, спросите. Откуда взялась эта мысль? Затем понаблюдайте свой ум, чтобы увидеть, откуда она пришла. Я, честно говоря, не совсем понимаю. Ну, типа, я понимаю, что тут, скорее всего, какие-то... Логические цепочки идут, какие-то икоря, да? Но, опять же, формулировка такая интересная. Сделайте шаг назад из своего ума, представив, будто вы на вершине горы, а ваш ум это просто волон внизу, нихуя себе. Прикинь, мой ум это волон внизу, и ты такой. Сизифа в труд! Сизифа в труд. Просто загоняешь его на гору, он снова падает вниз. Пристально посмотрите на свой ум, наблюдая, какие мысли появляются, когда вы наблюдаете его. Возвратите свой ум, прежде чем вы остановитесь. О-о-о! У меня так как-то раз началась дипер... Это дипер... Диперреализация, короче. Когда ты постоянно из своего тела наблюдаешь. Ну, типа, за своим телом наблюдаешь, но у тебя ощущение, что ты не в своём теле. Диперреализация, блин. Я не помню, как это называется. Это очень такое, очень сложное название для него. Я слишком тупая для этого. Закройте глаза и проскранируйте ваше тело до первого физического ощущения, которое вы заметите. Затем просмотрите свой ум до первой мысли, которую вы заметите. Переключайтесь между наблюдениями за физическими ощущениями и наблюдением за мыслями. Ну, мне тут вообще не надо ничего, как бы, делать. Я и так всегда знаю, что мне вот-то-тут-ком. Вот-то-тут-ком и вот-то-тут-ком образуются. В другой раз замените сканирование физических телесных ощущений на сканирование своих эмоций. Переключайтесь между эмоциями и мыслями. Мне кажется, такое может помочь тем, кто до этого такое не делал и знать, что ему не помогает. Тренируйте осознанность текущих мыслей с помощью слов и тона голоса. Вслух произносите свои мысли или убеждения, используя безоценочный тон голоса еще раз и еще раз. Настолько быстро, насколько вы сможете, пока мысли не потеряют какой-либо смысл. Очень-очень медленно, один слог или слово задыхание. Не своим голосом, высоким или низким, как мультяшный персонаж или знаменитость. Как будто это диалог в комедийном шоу по телевизору. Ты не поверишь, что мне пришло в голову. Я подумал, я придурок. Представь. Потом ты, короче, получишь раздвоение личности и будешь с собой постоянно разговаривать вот так вот. Класс. Как будто это песня, спета искренне и драматично, с мелодией и настроением, которое соответствует мысли. А вот это, кстати, идея, можно так песню написать, мне кажется. И все, и это станет хитом. Типа, ты не поверишь, мне пришло в голову, что я придурок. Представляешь? Мне пришло в голову тебя убить. Заживо сварить. Или расчленить. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это хит дня. Хит этой осенью песня моя. А, да, класс. Тренируйте осознанность текущих мыслей с помощью противоположного действия. Расслабьте лицо и тело, представляя принятие своих мыслей как просто мыслей и ощущения в вашем мозге. Представьте что-то, что вы сделали бы, если бы вы прекратили верить всему, что вы думаете. Повторяйте что-то, что вы сделали бы, если бы не рассматривали свои мысли как факты. Тренируйте доброжелательность к своим мыслям, проходящим через ваш ум. Тренируйте осознанность текущих мыслей, представляя, что ваш ум это. Конвейерная лента, по которому движутся мысли и чувства. Помещайте каждую мысль и чувство в коробку с наклейкой, обозначающей что это. Например, тревожные мысли, мысли о моем прошлом, мысли о моей матери, планы на будущее. Просто продолжайте наблюдать и сортировать мысли в коробке с наклейками. Мне за это, блядь, не платят. Я просто так фасовщиком не устроюсь без зарплаты. Можно на завод, кстати, устроиться и просто в каждой коробке реально так делать. Тогда у тебя это два в одном и практика, ну типа такая, да, и деньги зарабатываешь. Вот куда идут блогеры. На завод. Эй! Это река о мысли и чувства лодки, плывущей по течению. Представьте, что вы сидите на траве и на берегу и наблюдаете, как лодки проплывают мимо. Попытайтесь не вскочить в какую-нибудь из лодок. Лодки проплывут мимо. Проплывают они, да, проплывают? Это такой, блядь. Хочу в лодку. Я убью тебя, лодочник. Я сам стану лодочником. Вот так вот. Это железная дорога, а мысли и чувства это вагоны, проходящие мимо поезда. Попытайтесь не вскочить в поезд. Ну, блядь, я что, по-вашему, зацепер, что ли? Какой я поезд вскочу? Может быть, я слишком буквально это воспринимаю, но аллегории тут, конечно, да и боже. Это красивый ручей, текущий перед вами. Вы сидите на траве рядом. А мысли это листья, которые падают с дерева в этот ручей. Ну, вообще, вот это хорошая аллегория. Каждый раз, когда мысль или образ входит в ваш шум, предположите, что это написано или нарисовано на проплывающей мимо листе. Подожди, блядь, кто-то мусорит в реку? Вот пидор. Позвольте каждому листу пройти, наблюдая, как он исчезает в талии. Вот реально, как какой-то мудак подписал каждый лист в тетради и сорит в ручей. А, нет, смотри, падают с дерева. Ну, просто этот мудак забрался еще на дерево и с дерева бросает на тебя листья. Вот, блядь, все обсосы-ка. Это небо, а мысли имеют крылья и могут пролететь через небо. Наблюдайте за тем, как каждый влетает с глаз долой. Такой, надо купить бабушке хлеба. Хуля. Надо бросать сидеть там на запрещенном веществе. Не, я понимаю, что это, ну, относится к плохим мыслям. Как бы такими темпами и хорошие могут уйти. Это небо, а мысли — это облака. Заметьте каждое облако мысли, когда оно плывет, позволяя ему проплыть из вашего разума. И шестнадцатое. Это белая комната с двумя дверьми. Через одну дверь мысли входят, через другую выходят. Наблюдайте каждую мысль с вниманием и любопытством, пока она не уйдет. Отпустите суждение. Отпустите анализ мыслей и попытки выяснить, соответствуют ли они фактам. Когда мысль входит в ваш ум, скажите. Шлюха или наркоман. Ладно. Мысль появилась в моем уме. Короче, это, не осуждайте женщину за член, да, не осудит бог вас за вагину. В общем, не знаю. Я попробую, конечно, пойти на групповую терапию, но проблема в том, что с людьми в живом общении я могу общаться там максимум пару часов, да, ну, не прекращая, но мне становится скучно и надо что-то делать, в общем, что-то делать. Потому что иначе человек меня начинает раздражать. Это реальная проблема. И если там будет больше двух часов, это практика, хотя мне говорили, что один час, но я надеюсь, что один час, то, наверное, все будет нормально. Наверное, мне как-нибудь получше это объяснят, но пока я воспринимаю это именно так, как я сказала. Если, опять же, кому-то из вас эти практики помогли, да, то есть вы их проходили, вы их пробовали, они вам помогли, напишите об этом в комментариях обязательно, либо попробуйте эти практики. И если они вам помогут, да, там через некоторое время, тоже пишите об этом в комментариях, потому что мне очень интересно, кому они все-таки помогают. И, опять же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok